Подробнее о том, как на саммите ЕС удалось преодолеть сопротивление Венгрии и согласовать очень важное для Украины решение, расскажет специальный корреспондент телеканала Freedom в Европе Виталий Сизов. Он непосредственно в Брюсселе внимательно следил за ходом дебатов и готов подвести итоги Евровстречи. Виталий, добрый вечер. Как скоро участники саммита пришли к общему знаменателю в украинском вопросе и как решали спорные моменты по выделению мощного пакета финансовой помощи? Да, решение, в принципе, очень хорошее для Украины и, можно сказать, фантастическое. С одной стороны, все произошло достаточно неожиданно, но этому предшествовала большая работа. Для того, чтобы принять решение, понадобилось буквально несколько часов, что говорит о высокой мобилизации участников и работе на результат. На моей памяти это, пожалуй, была самая быстрая встреча Европейского совета, и даже пресс-центр здесь закрыли намного раньше, чем это обычно происходит. Результаты встречи говорят, что никакой усталости от Украины не ощущается. Нет так называемой проблемы усталости от Украины. У нас сейчас есть усталость от Орбана. Здесь, в Брюсселе, нам предстоит решить очень много проблем. И, конечно же, сегодня нам нужно укреплять наше единство вокруг Украины и дать отпор России и ее агрессивной политике. Я не могу понять этого, не могу это принять. Очень странную и очень эгоистичную игру Виктора Орбана. И здесь нет места компромиссу в отношении наших принципов, таких как верховенство права. И, конечно же, в вопросе Украины нет места компромиссу. И именно поэтому то, что мы можем предложить Виктору Орбану, это всегда относиться к нему справедливо в соответствии с нашими правилами и процедурами. И ничего больше. Позиция Орбана, премьер-министра Венгрии, Виктора Орбана, была единственным препятствием. И общее настроение, конечно, выразил премьер Польши Дональд Туск. Он дал понять лидеру Венгрии, что больше европейское сообщество не поддастся на его, как некоторые спикеры здесь прямо говорили, шантаж и будут поступать только в соответствии с процедурой. Накануне встречи европейских лидеров с премьером Венгрии отдельно еще встретились президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Мануэль Макрон. То есть такая компания – это самые влиятельные и, скажем, экономически устойчивые страны Европейского союза. И, судя по всему, они дали ему понять, что их позиция будет непреклонной. И в случае, если будут определенные демарши, то реакция будет соответствующая. И результатами встречи оказались удовлетворены все. Это решение – очень четкий сигнал для украинцев. Он демонстрирует нашу решимость быть полностью мобилизованными для поддержки их будущего, для поддержки их свободы. Это также послание к нашим европейским гражданам, демонстрирующее наше единство и европейское лидерство. А также показывающее, что нас не запугает Россия, которая нарушает международное право. Что интересно, встреча остался доволен и сам Орбан. На своей странице в социальных сетях он написал, что ему удалось отстоять все свои позиции, о которых он заявлял и деньги, которые сейчас заморожены. Это европейское финансирование для Венгрии, это порядка 20 миллиардов евро. Они не пойдут на помощь Украине. Но на самом деле это не совсем так, потому что Орбан ранее заявлял, что он хочет каждый год пересматривать пакет помощи Украине и решать уже, иметь право вето, давать Украине помощь или нет. Ничего подобного не произошло. Финансирование Украины продолжается, можно сказать, по старой схеме. Как это было в прошлом году, это макрофинансовая помощь. Когда Украина выполняет определенные условия по реформам, по борьбе с коррупцией, то европейские власти переводят транш. И это, по сути, старая схема. Орбану не удалось сохранить свое право вето в этом вопросе. В Министерстве экономики Украины рассчитывают, что первые деньги поступят уже в марте. После утверждения регламента украинского механизма, это тот самый инструмент, который будет использоваться для поддержки Украины. Как я уже сказал, транши будут переводиться ежеквартально на условиях реализации плана реформ, которые украинская сторона предоставит своим европейским партнерам. Новость о выделении этих 50 миллиардов евро прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Это четкий сигнал, что Украина выстоит и что Европа выстоит. Также очень важно, что это решение было принято единогласно всеми 27 странами-членами ЕС. Это еще один четкий признак крепкого единства и поддержки Украины. Сегодня Европа посылает сигнал через Атлантику и по всему миру, что международный и мировой порядок, основанный на правилах, выдержит все вызовы. Европа задает тон в глобальных процессах своим единством. Теперь это факт, и он должен оставаться таким. В выводах по итогам этого Европейского совета говорится и об увеличении потолка финансирования Европейского фонда мира для закупки вооружений для Украины. Пока конкретные цифры не назывались, их должны еще согласовать, но ранее говорили неоднократно представители Европейской комиссии и некоторые европейские лидеры озвучивали предположение, что речь может идти о 20 миллиардах евро на 4 года. Союзники Украины считают, что выделение этих 50 миллиардов евро – это отличный сигнал не только для Украины, но и для США, где есть задержка с утверждением пакета помощи для Украины. И теперь те немногочисленные скептики, которые есть в Соединенных Штатах Америки, которые говорят о том, что Европа должна финансировать Украину больше, чем США, увидят, что действительно и Европейский союз готов поддерживать Украину столько, сколько это понадобится. И общее настроение выразил канцлер Германии Олаф Шольц. В начале этого года мы должны прийти к тому, чтобы двусторонняя поддержка обороны Украины также была усилена. Это должен быть сигнал, который посылается из Европейского союза. Кстати, это также хороший сигнал для США. Президент США действительно хороший друг и союзник, который стремится к тому, чтобы его предложения были одобрены в Конгрессе. И я надеюсь, что сегодняшнее послание, обсуждение, которое мы ведем, также помогут немного облегчить ему задачу дома. Украинский механизм, с помощью которого будут помогать Украине, я еще раз повторю, он будет управляться Советом Европейского союза, квалифицированным большинством. То есть, еще раз повторю, что Виктор Орбан не будет иметь рычагов влияния на это, он будет иметь один голос от Венгрии, в принципе, но он не сможет блокировать помощь Украине. И пересмотреть этот украинский механизм можно будет только по предложению Европейской комиссии. То есть, такой результат, это даже больше, чем ожидали. Потому что думали многие наблюдатели и медиа писали, что все-таки придется учитывать позицию Виктора Орбана, его желание блокировать помощь Украине и постоянно с ним договариваться. Но результаты показали, что можно находить консенсус и путем соблюдения принципов, когда страны-участники Европейского союза твердо стоят на том, что поддержка Украины это в интересах Европейского союза, и все должны следовать этому маршруту поддержки Украины. Студия. Коллега, спасибо за очень подробную информацию. На прямой связи со студией из Брюсселя был наш специальный корреспондент в Европе Виталий Сизов. Он рассказал подробности саммита ЕС, на котором утвердили программу помощи Украине на 50 миллиардов евро.